Дворцов Чтобы не описывать очевидное, ограничься невероятным. Показательно не то, сколько народу вышло на улицу, а то, как к этому отнеслись те, кто не пошел. Хотелось бы, чтобы было честно. Чтобы, если бизнес, так честный. Если отношения, то честные. Чтобы политики не обманывали, говорили правду. Но будет ли такое? Я не верю. По ощущениям автора данного материала, политолога и научного сотрудника University College of London Владимира Пастухова, либо нейтрально, либо сочувственно, это гораздо более грозный сигнал для режима, чем рост числа активных противников, готовых участвовать в протестных акциях, несмотря на беспрецедентную кампанию запугивания. Враждебно настроенные неучаствующие являются безграничным потенциалом будущей революции. Раньше они были важнейшим и цементирующим сегментом знаменитого путинского электората. Сегодня они стали политическими трансгендерами и ускоренно отращивают вторичные протестные признаки. Какой прекрасной России будущего хочет Навальный? Так как у него фонд борьбы с коррупцией, это как раз таки Россия с ее огромными, невероятными ресурсами, которые эти ресурсы идут на страну, а не на дворцы, на какие-то такие вещи, чтобы были перспективы, чтобы была и индустрия, и будущее в целом-то было. Вот некоторые из поверхностных впечатлений от первой серии волнений, триггером которых стало вторжение Навального в Россию. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой лечим. Похоже, что Кремль на полном серьезе рассматривает его возвращение как военную интервенцию. Это легализация материалов американских спецслужб. Это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты. Итак, первый вывод. Возрастающая революционная волна, начавшись летом 2019 года с протестов против фальсификации выборов в Московскую Думу, никуда не делась. Пережила пандемию и плавно набирает высоту. Мы дураки в 90-х годах взяли и голосовали, после Бориса Ельцина взяли и проголосовали. Ну, и я голосовала. Думали, правда, в стране хоть немножко у нас будет порядок. А какой порядок у нас? Второе. Центр тяжести протеста резко сдвигается в регионы. Протест больше нельзя рассматривать как блажь зажравшихся москвичей. Напротив, он теперь будет прирастать провинцией. Причем там он будет протекать более агрессивно. Именно там, а не в Москве, можно ожидать эксцессов исполнителей и как следствие общенационального резонанса. Ну, вообще портрет президента не относится по закону к государственным символам. И я рассунила это как агитацию, которая не место в школе и выразила свою гражданскую позицию. Третье. Растягивание сетки протеста на всю бескрайнюю страну, от Сахалина до Калининграда, создаст для режима в самом скором времени немалые логистические сложности, так как на каждый Урюпинск космонавтов не напасешься. И репрессивные возможности режима тем меньше, чем дальше от Москвы. Посмотришь, вот заедешь, вот заедьте в глубинку, посмотрите, разбал полнейший. Ребятам работать негде. Вы проголосовали за Путина, говорите? Конечно, голосовала, да. Естественно. Я же не думала, что так получится. Москва же быстро почувствует вдохновение и, подпитавшись энергией регионов, будет вести себя все более активно. Четвертое. Выключить молодежь из протеста уже не получится. В течение какого-то времени шкалеры будут авангардом его радикализации, пока отцы и деды не подтянутся к ним одним мощным рывком. Но на ближайшее время у этой войны будет детское лицо. Детское и женское. Вы хотите, чтобы сейчас строй изменился на какой? На не воровской желательно, потому что воровской. Вот эта вот дружбанская система, она, честно говоря, тоже вот здесь сидит. Не хочется, чтобы человека оценивали просто потому, что он друг Путина, и только поэтому ему платили. То есть вы считаете, что в России только у друзей Путина есть какие-то возможности? Ну, вот мне кажется, да. Пятое. У Путина начнут расти усы Лукашенко. Режим будет быстро сваливаться в Минскую колею, занимая глухую оборонительную позицию. Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Поле для маневра резко сузилось, но еще больше сократилась способность маневрировать. В прошлом остались методы длинных разводок. Нет ни сил, ни времени, ни исполнителей для этого. Вероятность повторения фокуса типа «Крым наш» равна около нулю. Каждым следующим куском можно элементарно подавиться. 6. Возвращение Навального не прошло бесследно. Он существенно революционизировал ситуацию в России и далеко не исчерпал свой потенциал. А если власть наломает дров, то все станет совсем интересно. Так или иначе, возвращение Навального уже стоило режиму нескольких лет жизни. Сможет ли сам Навальный воспользоваться результатом своего смелого поступка? Это мы не знаем. Скорее всего, ему уготована роль не Иисуса, а Иоанна Предтечи, за которым придет тот, кто сильнее его. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже несерьезный подход к делу. 7. Многие констатируют с сожалением, что особого события не случилось, особенно в Москве. Людей много, но не так, чтобы слишком. Ну и картинка в целом невыдающаяся. Обычная унылая репрессивная бытовуха. Другие возражают, указывая на нравственное значение подвига вышедших. Последнее бесспорно, но есть и прямые политические последствия, которые выходят за рамки обычных. Просто ощущение, что вся система гниет. И вот в такие дни, в моменты единения с людьми, с близкими мне взглядами, я ощущаю, что я живу. Поэтому я пришел сегодня поддержать здесь, в том числе и Навального, и всю Россию. Восьмое. Кремль попал на растяжку. Ему надо любой ценой удержать под контролем политических трансгендеров, которые были все эти годы главным стабилизатором режима. Но борьба с малочисленным, но буйным авангардом отнимает огромное количество сил и растягивает коммуникации. В результате оголяется тыл. Поэтому не надо недооценивать малочисленные акции. Особенно, когда они выпрыгнули за пределы Садового кольца. Их роль не в том, чтобы быть искрой, из которой возгорится пламя, как многие по инерции думают, а в том, чтобы измотать и обескровить противника. Это авангард, который бросили на плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы обеспечить успех операции в совершенно другом направлении. Я против произвола, который происходит в нашей стране. А вы можете просто чуть подробнее сказать, что такое произвол в вашем понимании? Ну, отсутствие закона и то, что происходит, ровно это и есть произвол власти. Когда власть и закон в одних руках, и он действует в своих интересах и против интересов граждан. Как вам кажется, власть услышит тех, кто сегодня вышел на эту акцию, не только в Москве, но и по всей стране? Ну, услышит в каком-то своем понимании, я думаю, точно услышит. Во что это выльется, пока непонятно. Девятое. Смена режима, скорее всего, будет выглядеть как двухходовка. Сначала будет довольно длительная стадия вроде бы бессмысленных и бестолковых протестов без видимого успеха. Невидимым результатом которой будет переформатирование путинского электората в антипутинский, а потом бывший путинский электорат найдет себе нового лидера, и все свершится достаточно быстро. В некотором смысле людей в Кремле можно пожалеть. Навальный разорвал шаблон, и единственным адекватным ответом на это может быть только встречный разрыв шаблона. Но это то единственное, что Кремль уже не может себе позволить, и поэтому сложившаяся после возвращения Навального ситуация является для него западней. Это достаточно просторная западня, масштабная, как геленджикская резиденция. В ней можно довольно долго отсиживаться, но чистить ее потом будут ершиком. Мои миллионы – результат труда других лиц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok